Оплоты для Таиланда. На Харьковском заводе имени Малышева закончили сборку последних шести танков по контракту с вооруженными силами этой страны. Договор Укрспецэкспорт подписал еще в 2011, но фактически всю партию техники выпустили за последние два с половиной года. Шесть боевых машин с окраской тропический пиксель выставлены в цеху, где проходила финальная сборка. Водитель-испытатель показывает, как оборудовано место наводчика. Это дневной прицел. Здесь у нас конвейер с боеприпасами. Ходит по кругу, поднимается все в автотематическом режиме. Испытатели говорят, оплот на сегодняшний день одна из лучших боевых машин в мире. Для работы в тропиках танки оснастили кондиционерами. До пяти метров глубина и преодолевание водной преграды до пяти метров. И брод преодолевают без подготовки до метр восемьдесят. Контракт на поставку танков вооруженным силам Таиланда подписали еще в 2011-м. Но большую часть заказа удалось выполнить лишь за последние два года. Была бы значительная перерва. Были 50 танков и две ремонтно-эвакуационные машины, которые вы видели, атлет. Также поставили на тренажеры, на данные послуги с навчанием. Контракт с Таиландом, говорят на заводе, позволил возродить умирающее предприятие. В Укроборонпроме обещают новые заказы уже для украинской армии. Мы будем делать и БТР-3, и БТР-4. Сейчас для этого приобретено все оборудование, стенды, опрокидыватели. Оплот будет для Украины. И будет легкобронированная техника тоже для Украины. Госзаказы ждут и на Хартроне. Предприятие производит продукцию ракетно-космической, железнодорожной, энергетической и оборонной промышленности. Выпускают и уникальную электронику. Продукцию уже ждут в Казахстане и Беларуси. Загрузка Хартрона и завода Малышева – это новые рабочие места. За минулий рік створено 4 тысячи мест на заводах. Тому надзвичайно важливо, чтобы производство имели свои заказы. Люди от этого имели заработную плату и уверенность, что в них будет работа и уверенность о своем хорошем будущем. Тому мы делаем все, в связи с тем, чтобы сповпрацовать и с органами государственной влады, выносить проблемные вопросы на уровень Кабинета министров Украины. Также используемся поддержкой президента Украины. В этом году впервые за 20 лет государство планирует вложить деньги в переоснащение завода Малышева. А уже через месяц эти оплоты отправят заказчику.